Утро перестает быть тонным. Вот приехал вот такой вот монстр. Монстр трак. Завелся. Вот смелый водитель залезает в кабину. Здесь надо не по лесенкам подняться. Здесь надо стышку вызывать. Ну, завелся. Опускается пневма. На автовозе. У него даже колеса не поместились сюда вот полностью. Он так вот свисает с каждого бока по чуть-чуть. Да, колеса большие есть. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 На дюйме не приведу... Но колеса метр семьдесят... То есть... Сто семьдесят на семьсот пятьдесят... Чикарно... Вопрос следующий... Сколько по времени... Готовился... Делал сопровик? Сама эта машина... Как окончательный вариант... Она строилась... Порядка четырех-пяти месяцев... Разрабатывалась... Поскольку у ребят уже была... База наработанная... На вездеходы... Именно на базе УАЗа... Ребят в прошлом... Строили вездеходы... Собирали... Вот... И... Оставалось лишь только... Сделать расчеты... Под... Вот эти колеса... Большие... Которые... Это самые большие колеса... Которые сейчас есть... На сегодняшний день... А чего они? Это... Белшина... Беларусь... Производит... Arctic Trans... Модель колеса... Она... Всего трехслойная... Многие путают... Ее с резиной... Там... От Ка-700... От тракторов разных... Нет... Это трехслойная резина... У нее положительная плавучесть... Соответственно... Вездеход и плавает... Она камерная? Нет... Бескамерная... Но... Бэдлоки... С двух сторон... Стоят... Травится... Практически в ноль... То есть... Еще больше проходимость... Это обеспечивает... Ну... И... Соответственно... Автоматическая подкачка... Какие узлы... Легли в основу... Мосты... И так далее... Все очень просто... Мало кто в это верит... Но на самом деле... В этой машине... Использованы только... Советские... Российские... Агрегаты... То есть... Соответственно... Основные из них... Мотор 409... Родной... Раздатка здесь... Сдвоенная... УАЗ... БТР-80... Двойная раздатка... Что дает... Понижение... Суммарно... Один из них... Вот... Чтобы такие колеса... Таскать... Соответственно... Ну... Колеса... Белшина... Мы уже слышали... Мосты... ГАЗ-66... С самым блокирующимся... Дифференциалом... Да... В общем... Ни одного импорта... Но здесь... Момент не используем... Так скажем... В чем особая гордость... Нашего проекта... Это в том... Что это полностью... Наша российская машина... Отечественная... Ну и... Сразу возникнет вопрос... У зрителей... Сколько было вложено... Средств в проект... И... Получился ли он с первого раза... Или пришлось что-то... Менять... Переделывать... Проект получился с третьего раза... С третьего раза... Изначально задумывалась... По... Постройка... Болот и Хода... Угу... Под это было все закуплено... С первой команды... Не получилось построить... Так скажем... Не хватило ребятам... Инженерных знаний... Вот... Была вторая попытка... Тоже неудачная... И... В итоге... Так скажем... Жизнь меня свела с людьми... Которые... Строили вездеходы... На базе... Именно УАЗа... И вот... С третьего раза... Мы построили... Общее вложение... Вот... В этот прототип... Так скажем... В разработку... Во все три... Во все три... Да... Конечно... Суммарно... Потому что для меня... Это один проект... Он стартовал... Как бы... Но... Это было... Именно... Это было... Все в рамках одного проекта... Вот... Обошлось... Порядка... 6-7 миллионов... Я уже... В какой-то момент... Перестал... Да... Новый УАЗ Хантер... Полностью... Новые мосты... От ГАЗ-66... Которые прошли... Полностью... То есть... Полностью... Новость... Гарантии... Так сказать... 3 миллиона... Грубо говоря... Это проект на... Изыскание... Которые... Можно это и так назвать... Шли... К цели... Да... И вот... Осуществление самой цели... Это уже... Два восемьдесят... Я называю... Ценой своей группы... Вопрос... Как давно был... Построен... Вышел... Он... Впервые... Из Амгара... Большого Колеса... Где-то... Весной... Наверное... Где-то... Да... Вы знаете... Да нигде мы не участвовали... Мы его просто испытывали... Мы ездили в самые... Так скажем... Мы ходили в болото... То есть... Мы ездили с Шерпом на болото... То есть... Машина... Кстати говоря... Прошла маршрут по болоту... По озерам... Там... По... За Шерпом... На канале... Да... Есть это видео... Ребят... Будет ссылочка на канал... Посмотрите... Как это все происходило на самом деле... Да... Единственное... То естественно... Он в 3-4 раза... Отставал от Шерпа... По скорости... Да... Но... Предмет был не в этом... Смысл в том... Что... Вместе мы с Шерпом... Зашли в начале маршрута... И вместе с Шерпом вышли... То есть... Сами Шерповоды... Ребята этого не ожидали... Как бы... Мы тоже первый раз... Были на болоте... Много ошибок... Конечно... Делали... Но опыт был бесценным... Так скажем... Машина вошла в болото... С Шерпа... Вы вышли... А... Какие-то потери были? Потери... Значит... Первый раз... Случились... Вот только... Буквально мы... После ремонта... То есть... Семь месяцев... Машина отработала... В экстремальных условиях... И первая... Единственная поломка... Была... Между двумя раздатками... Порвало вал... Между ВАЗовской... И ПТРовской... Порвало вал... В общем-то... Поменяли... Его... Прямо... Сняли раздатку... Отвезли... Большое колесо... Между раздатками... Стоит жесткий вал... Да... Да... Вы можете отснять... Это потом... Доступ... Доступ под машину... Очень легкий... Вот... Да... Порвало вал... Между двумя раздатками... В общем-то... Это первое... Единственное... В машине нету вообще самодельных... Вообще... Все... Все шестерни... Все валы... Все... Какие-то... Разнообразные тяги... Они все используются... От нашего автохрома... Так... Что-то от трактора... Что-то... От грузовика... Что-то от ОАЗ... Что-то от 66... Вот... То есть... Здесь нету никаких... Самодельных... Колхозных решений... Да... Абсолютно... Вопрос такой... Какие-то планы... Ближайшие... Может быть... Какие-то глобальные путешествия... На севера... Там... Куда-то... Кайгу... Есть такие планы... И... Потому что здесь... В общем-то... Мы свой ресурс уже исчерпали... По... Маршрутам... По... Так скажем... Но... У нас есть как бы... С этим сложность... Под него нужна специальная телега... У нас ее нет... Перемещать машину... Каким-то образом... Поездом... Самолетом... Ну... Или заказывать под него... Отдельный эвакуатор... Это очень накладно... Так скажем... То есть... За одну-две-три... Такие поездки... Это... Ну... Как говорится... Обойдется... Такие... Такие перевозки... Как бы... На арт-стоимости... Поэтому... Да... Пока мы не сделали телегу... Как бы... Мы не можем... Но... Очень хотим... И... Обязательно будем ее делать... И будем... Именно ездить на север... В сторону севера... Вернее всего... А... Абсолютно реально... Почему? Реально? Большого колеса... Есть все сертификаты... На производимые ими работы... Вот... Эти ребята строят вездеходы... И... Они не просто... У них... Есть семь запатентованных мостов... Своих с редукторами... Вот... Которые на Ямале ставились... Да... И как бы... Все это проходит... Регистрацию... Я требую тебя... Но это будет... Именно регистрация как автомобиль? Или регистрация как техника? Нет... Это либо трактор будет... Либо вездеход... Да... Есть два варианта... Вот... Но это уже... Никак нельзя назвать... Обычной машиной... Да... Поэтому... Соответственно... И категория под него нужна будет... В правах трактора... Да... Да... Ну это история у всех... Снег-болот-хода... В общем... По-другому не бывает... Скажи пожалуйста... Ну... С учетом понижающих раздаток... Хватило двигателя... Вот в болоте... Да... Да... Вот... Единственное... Где нам не хватило двигателя... Прям самую малость... Это... При выходе с воды налет... То есть... И эта серия у нас на канале... Кстати есть... Вот... Не вышли на лед... Чуть одним колесом заползли... Вторым... Как бы не... Немножко будем мощность увеличивать... Наверное... Скорее всего на базе... Опять же дилера УАЗа... Есть у них такие технологии... По штатному увеличению мощности двигателя... Прошивки... Мы будем... Гораздо глупо же делать... Ну... Не гораздо... Впускные коллектора... Выпускные... Выхлопную систему... Плюс... Прошивки... Прошивки... Для... Машин... Высокопроходимости... Нету еще заднего бампера... И задней лебедки... Вот... И... Поскольку у нас стоит... Раздатка от БТР-80... Сзади у нас... Она как-то расположена... Именно сзади... Вот... Там есть вал... Отбор мощности... Туда можно установить... Огребной вид... Который при необходимости... Будет опускаться... И помогать на плаву машине... Двигаться... По воде... Так он на воде... Где-то скорость... 3-3,5 км в час... Вот... Если... То есть... Мы хотим развивать больше скорой... Соответственно... Нам понадобится... Сопоставить... Какое потребление... Потребление... Почему же считали... То есть... Когда мы выезжаем на бездорожье... Нам одного штатного бака... Хватает... На весь день... Мы уезжаем... Здесь... Два бака... От Хантера... И два бака... По 103 литра... Вот... Вот... Но мы их даже... Никогда не заливали бензином... Да... Получается... Если на пониженной... По пересеченке... Где-то получается... 4-5 литров... Ну... Скажем так... 4-6 в час... Вот так... По какой бы уместности ни шли... Вот... 4-6 литров... И... При этом... Какая скорость... На пониженной передаче... Ну... Это... Сколько там... 50 км... Ну... В зависимости... Какой у вас участок... Если более-менее... 50 км... Управляется... Управляется... Он очень легко... И... Вы можете потом... Это убедиться... Мы... Можем... Предоставить... Проехать... Согружочек... Управляется... Он очень легко... Ограничивает... Ограничивает его... Неуправляемость... Скорость... Ограничивает его... То... Что... Эти шины... Они... Вступают в резонанс... С дорожным полотном... И... То есть... Ну... Мы его как бы... Видим ровным... Но мы понимаем... Что оно... Ведет все равно... Волной... Как бы... Да... И резина... Вступает в диссонанс... Начинает... Раскачивать... Прыгать... Как мяч... Где-то... После 60-70... Начинается этот эффект... Это... Не видно... Незаметно... Но... На руле... Чувствуешь... Что он разгружается... И... Нагружается... Вот... Володь... Вот... Хобби... А... Вид основной деятельности... Я не спрашиваю... Кем ты работаешь... Хотя... В какой области... Когда-то давно... Я работал... Сейчас это называют... Полицию... В Московском уголовном розыске... Ага... Вот... А... А... Сейчас как бы... На пенсии... Потом занимался... Безопасностью бизнеса... А сейчас на пенсии... Понятно... Понятно... Володь... Еще вопрос... А... Какая-то внутренняя отделка... Делалась... Абсолютно... Нет... Это штатный УАЗ... Хантер... В общем-то... Делался он для тяжелых условий... Поэтому... Смысла отделывать его чем-то... Нет... Ничего... Пока что... Этого не ставили... Вот... Потому что... Еще раз повторю... Машина... У нас... Как для нас... Она еще на испытаниях... Да... Вот... И пока мы... Прямо до конца... Не замучаем все основные узлы... Поясню почему... Потому что... Как бы... Соответственно... Туда могут понадобиться... Дополнительные финансовые вливания... И... Куда-то их вкладывают... Сейчас... Ну... Для... Так скажем... Либо роскошистого салона... Либо удобства... Для ночевок... Там... Смысла никакого нет... Пока не отработано... Вот... Хотя... Машина... По большей части... У себя проявила... Все показала... В принципе... Володя... По поводу финансовых вливаний... Все-таки... Ты... Как бы... Спонсор... И... Идейный вдохновитель этого проекта... Или что ты делаешь руками? Нет... К сожалению... Господь рук не дал мне совсем... Вот... Но... На идее плодовит... Так скажем... Поэтому... Да... Поэтому... Кроме того... Что мы вездеход делали... Мы... Еще и внешний вид какой-то... Пытались придать ему... Ну... Потому что... В общем-то... Люди, которые создают вездеходы... Они почему-то обычно угрюмыми их делают... Мы постарались... Как-то повеселее его сделать... И исполнить... Чтобы он покрасивее был... Немножки... Да... Вот... Вот в этом плане... Я могу себя проявить... Так скажем... А руками... К сожалению... Нет... Скажи... Вот... Команда... Это... Вездеход... Самолет... И катер... Вот... Вообще... У нас... Канал задумался... Как... Канал путешествия... Канал постройки... Вот... Подобных проектов... С целью путешествия... На них дальнейших... Вот... И вообще... То есть... Если на долгосрочную перспективу... Мы... Строим машины... У нас есть... В проекте... Постройка... Катера... Так скажем... На базе... Военного... Катера... С... Сохранения... Купленного... Что в нем будет такого особенного? Он будет выходить... Прямо на берег? Нет... Абсолютно ничего в нем не будет... Кроме того... Что мы его сделаем... По своему... Разумению... Так скажем... Да... Мы ему придадим тот вид... Который мы именно хотим... Вот... И плюс... Мы еще собираемся построить самолет... И абсолютно на нем летать... То есть... Биплан... Первой мировой войны... Я думаю... Вполне мы осилим... Есть люди... Есть энтузиасты... Во всех этих вопросах... Как постройки... Внедорожной техники... Как постройки... Так скажем... Средств... Которые ходят по воде... Так же есть... Энтузиасты... Которые... Совершенно спокойно строят... Легкие самолеты... Не выходя из гаража... Вот... Забыл спросить... Про оптику... Оптика тоже вся российская... Да... Конечно... Это же танковые фары... Военные... Нет ничего с Гелендваггем... Нет... Все это танковые фары... Вот эти в данном случае... Включаются... Вместе с задней камерой... С задней передачи... Являются задним светом... Так же назад... Камера здесь установлена... И... А когда едешь вперед... Камера на мониторе... Показывает вперед... Потому что под капотом... Там не видишь... Что происходит... И... Соответственно... Там танковые фары... Очень многие... Тоже... По этому поводу... Так скажем... Негативно реагируют... Да... Что вроде... Уже живем... В таком веке... Диодные балки... И все такое... Вот... Но если бы мы на нем ездили... С диодными балками... Мы бы наружу... Десятка... А эти фары... Они... Они же еще... Да... Они как бы... Бронебомби... Так скажем... Да... Сколько уже падало на них... Всяких сучков... Там... Сухих деревьев... Эти фары... Вот они... Как служили... Так и все... Где у вас базы? Скажите... В Москве или в области? Сам я из Москвы... Я живу в области... Вот... За городом... Соответственно... Базируемся тоже за городом... Вот... Где живем... Там и базируемся... Да... Как залазить... Показать? Давай... Покажи... У многих есть вопрос... Как залезать? Высота машины... В принципе... Тоже очень... Достаточно... Легко... Угу... Угу... Ну и в принципе здесь... Ну и в принципе здесь... Ха-ха... Угу... Ногу забросить. Так, вроде бы залез. Так, отлично. Сейчас мы сориентируемся здесь. У нас она птиместная получается у тебя, да? Обычный у вас Хантер. Обычный у вас Хантер. Ну, единственное, что сюда выведен. Различные тумблеры дополнительные. Так, все. Раппады 4. Ну, норма Хай. И 5 скоростей. Задняя вниз. Ну, слушай, здесь даже не то, что вот сидишь, как у меня в грузовике. Это как будто на крыше моего грузовика сидишь. Так, вот это у тебя общий, да? Это давление в колеса. Именно в колеса, а в севере? Ну, в системе. Нет, колеса все между собой связаны. То есть, не каждое колесо. Один канал? Да. Соответственно, это общее давление в систему. То есть, все колеса имеют одно и дежу. Сейчас 2.2, жигулевское давление. Хантер. Вообще, он спускается до плывет он на половине вот одного. Ага. Даже меньше. И плывет? Да. Ну, чем больше накачан, тем лучше плывет. Или нет? Все равно. Да? Наверное, скорее, тем больше груза плотится. Плывет он и на самом минимальном накачке, но еще же нагружать его может. То есть, полезные какие-то грузы перетеряют. Интересный вот стиль троганной этой машины. То есть, вначале она чуть-чуть приседает, а потом трогается. И дальше уже идет нормально. Пятно контакта большое у колеса. Поэтому так происходит. Да, надо некий преодолеть барьер, так скажем. Так, вставлю. Летает. Ну, еще. Ну, отлично. Хорошая машина. Ну, стоит она своих денег, не стоит она своих денег. Ну, наверное, первый образец всегда очень дорогой. Даже при производстве любой машины. Действительно много надо сил потратить и средств на конструкторские разработки, на опробование каких-то различных идей. Поэтому нормальная цена. Если действительно ее запустить в производство, и я думаю, что можно ее там, ну, в районе двух лямов все-таки собирать. Если это будет поток конвейер. Это вряд ли. Сейчас на рынке нет ни одного вездехода, так скажем. Нет, я не говорю. Который стоил бы дешевле трех. Я не говорю о продажной цене и его, как бы, рыночной стоимости. Я говорю о себестоимости. То есть, за два миллиона, наверное, можно из этих агрегатов собрать самому. Ну, тяжело смотреть. Давайте так, скажу сразу. Так, что сейчас новый Хантер, сколько у нас будет стоить? Где-то 800, наверное, да? И колеса, здесь каждое колесо с диском, вот, получается где-то 100 тысяч. Вот. Итого мы миллион двести, мы имеем только колеса и машину, да? Не считая всего остального. Ну, значит, два с половиной получается. Да, где-то не меньше, скорее всего. Два с половиной. Не меньше. Потому что, вроде, кажется, да, что это обычно у вас. И ничего здесь такого нету, как бы, да? Ну, вот. А с другой стороны, во-первых, сама работа. Например, ту же самую двойную раздатку сделать, да? Вот. За что они отвечают? Значит, да, практически все эти тумблеры, вот этот вот, белый, это подкачка колес. Ага, вот так. То есть, сзади стоят два компрессора больше. А что же компрессоры какие? Компрессоры тоже наши. В принципе, я сейчас не скажу, какой они контора. Ну, наши, российские. Не Беркут? Да, Беркут. Беркут. 24-й, да? Да, многие ими пользуются, да. Вот. Их вполне хватает. И даже более чем. Потому что подкачка ограничивается отверстием, которое в мосту. Вот. Ну, это профессиональная серия. Да. Да, вот. Остальные отвечают за свет дополнительно. Отдельно идут фары на крыльях, отдельно. Здесь, значит, три ближнего света, два дальнего. Они тоже отдельно. Вот. Отдельно лебедка включается. Подается на нее питание. В общем, все. Ну, понятно. Дневной блокировки здесь нет. Здесь самоблоки стоят, ну, 66-го. Ну, может быть, это и правильно. Ну, в общем, да. Принудительная блокировка зачастую рвет. Рвет порвать можно. Да. Вот. Потом на 66-й никто еще не придумал принудительную блокировку, насколько я знаю. Первая. Кручник у нас снят, да? Сдавшим. Что еще нужно? Все, передача, что будет. Очень хорошо. Прям. Так, знаешь, как на корабле покачивают. Право-лево. Да. Оторвать колеса немножко сложно. Ага. Вот. Пятно соприкосновения очень большое. Ну, как только его отрываешь, нормально едешь абсолютно. Училась камера заднего вида? Да. Ух ты. Да, интересно. Там камера покажи. Камера заднего вида работает при передаче. Да. Задний назад. Выключаю заднюю передачу и камера, оп, сама выключилась. Технология чего-то стоит. И люди это разрабатывали, изобретали, да? То есть, естественно, на каждом этапе каждый хочет видеть свою копеечку, да? Ну, так в любом деле, в общем-то. Не только в постройке машины. Если брать рынок, дешевле 3200, наверное, сейчас нет ничего в подобном классе. И это стартует от 2800. Володь, а что тебе больше нравится? Создавать проекты или пользоваться ими? Наверное, больше все-таки увлекательнее строить, конечно. Строить увлекательно. Потому что у нас на канале, так скажем, только три проекта с УАЗами. Вот второй здесь он только начался. из нового Патриота на коробке автомат. Это будет проект экспедиционной машины, ну, так скажем, да? Для путешествий. Другой проект у нас, опять же, 469-й тентованный. Это на бездорожье, на серьезное. То есть, третий проект, вот он. И еще у нас сейчас Нива в проекте. Мы взяли новую Ниву, тоже для бездорожья. Ставим под нее УАЗовские мосты. Ну, то есть, очень глобально переделываем. Совершенно другая ходовая будет. Эта машина будет, так скажем, ну, очень мощным таким проходимцем, так скажем. Да, и все-таки, наверное, постройка проектов, да, она очень интересна. Это увлекательно. То есть, когда заканчиваешь один проект, сразу чешутся руки начать несколько других. Дело даже не так обстоит. Еще не заканчивается один проект, а уже начинается другой, да. Ну, дай бы Бог, удачи вашему каналу. Спасибо. Всего хорошего. Я думаю, что еще много раз увидимся. Даст Бог, да. Не последний раз. Еще раз привет всем зрителям вашего канала. Спасибо. Всего доброго. Ну, вот такой салончик. Не очень, не очень большой. Но уже будут ругаться любители патрулить, что вот сиденья развалились. Ребята, ну, здесь не в сиденьях вопрос, а вопрос в том, что она может ехать куда захочет. Ей главное выбрать направление, и уже можно ехать. Спасибо. 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 Спасибо.